С вами Андрей Кёнь, чтобы обработать перчатки кожаные и придать им пластичности и чтобы кожа дислазила, не трескалась, тоже обрабатывать глицерином, который стоит где-то 10 гривен или 20 рублей или 50 центов. Вот такая башка глицерина небольшая, тампончик, тампончик мы можем разделить до 2 сразу таких пластинки, влажные салфеточки, прежде чем обрабатывать, лучше всего перчатки из ДУ-3 можно их обработать полностью, вот так, чтобы тоже микроорганизмы убивать и в ДУ-3 или же спиртом этиловым, но тоже будет очень хорошо и достойно. Любая обработка, это всегда очень хороший уход за вещами, чтобы прослужили они вам очень много лет. Все обработал, у меня перчатки полностью кожаные, как вы видите, и снизу, значит, я буду обрабатывать все части перчатки, чтобы не было соленья после спарринг-партнеров, потому что очень много перчатки впитывают в себя именно того, чего не надо. Это пота соперника и развиваются организмы у нас микро на перчатках и в ДУ-3, и снаружи. Смотрите, вот, влажная салфеточкой и уже кожа более лучше выглядит. Глицерин нужен, чтобы кожа не пересыхала. Также можно очистить любые черные полосы, но это, походу, краска слазит. Ну, это такое мелочевка. Первая перчатка готова. Берем вторую салфеточку и также все проделаем с нашей второй перчаткой. Сначала из ДУ-3 все делаем, обрабатываем, чтобы было у нас все очень хорошо и достойно из ДУ-3, потому что внутри микроорганизмов очень много. Даже если вы работаете в бинтах, то все равно попадают какие-то мелочи такие, а их не хотелось бы видеть у себя в перчатках. Это вот так делаем. И вот так все тщательно протираем. Побыстричку можно. И потом глицерином. Также, когда глицерин уже у нас впитается в перчатки, то можно уже будет и сухой протереть остатки, которые есть, чтобы в супке как бы не сильно оно запачкивалось. Потому что все-таки глицерин это такая жидкообразная смесь, которая может разлиться и неприятные такие последствия оставить. Потому что в супке тоже очень много вещей хранится и шлем и прочие штучки. Но перчатки у нас будут блестеть как новое. Все готово. Теперь, что нам понадобится глицеринчик. Глицеринчик открыли. И перчатку сразу бы одели. Одеваем вот так перчатку. Вот так. И после того как обработали, на день где-то нужно после того как вы обработали перчатку, то ее нужно на день оставить, чтобы она высыхала. буквально вот так капельку. Хотя можно еще вот. Хоть это может и многое взял, но ничего. И начиная вот так все растирать у нас по коже. В принципе этого и достаточно будет на весь материал. все впитывается. Это такая как маслица, которая придаст очень хорошей эластичности кожи, что она у вас и тресет и прослужит очень хороший период времени. Да, хватает вполне вот двух капелек сверху, чтобы все у нас было окей. Чтобы высохли хорошо. Также может трескаться кожа именно на вот этих складочках. В ДУ-3 также. Но если у вас тут не кожаные подставки в ДУ-3 сделать, то это может даже и где протирать. Хотя лучше сразу все желательно сделать хорошо. Вот посмотрите, как блестят уже. Прям видно. Да, вот оно очень хорошо впитывается все. Вот такой тампончик и придает очень хорошего блестка. Близко все перчатки. Лучше сразу все протереть хорошо, чтобы потом не перетирать, не перерабатывать их. И чтобы все окей было. Вот так первая перчаточка готова. Главное немного брать. И все будет окей. Да. Такая жирненько. Чувствуется уже. И переход ко второй перчаточке. Также одеваем вот так. Отдели. Супер все. И буквально две капельки. Все. А то это можно уже закрыть. Лучше всего повторять данную операцию два раза в месяц. нет. Можно смотря при какой интенсивности. Если вы тренируетесь допустим больше трех раз, то надо два раза в месяц. Если три раза в неделю, то достаточно будет и одного раза в месяц. Этот блеск пропадает до пятой, шестой тренировки. Где-то вот так. И все блестит четенько. И славненько. И перчатки служат гораздо дольше. Но лучше обрабатывать. Потому что можно и вообще не обрабатывать. У меня допустим раньше были перчатки из материала винила. И такое искусственная кожа. ПВХ. Поливинилхлорид. Но теперь уже перехожу до кожи постепенно. Может даже в будущем времени куплю себе твиттики. Потому что рейвелы тоже хороши. Но твинс это уже более новый уровень. Качество. Сила. И такого успеха можно сказать. в плане бокса. Рейвелы на первый период. Топовые. И супер перчатки. Вот так. Внутри все. Пальчик тут. Все хорошо. Так дотираем. Тоже больше убрать такую чепуху. Кстати. Подскажите. Как очистить липучку. Как она вообще очищается. От вот таких. Как бы сказать. Вещей. Которые все прилипают. От бинтов там. И прочего. Смотрите. Перчатки реально блестят. Это очень хорошо. Видно. Приди в доп свете. И. Хорошо. Можно вдихот заниматься. Боксом. Понравилось видео. Ставьте лайки. Удачи. До новых встреч. Побед в боксе. Всем пока пока.